В правительстве приняли постановление о поддержке молодежи без образования и работы. Сейчас для таких молодых людей предлагается несколько программ по трудоустройству, но их станет больше. Кроме того, в некоторых регионах будут создаваться трудовые отряды. Анастасия Новикова с подробностями. Молодежь без работы и учебы из так называемой категории НИД будут активно трудоустраивать. Такое постановление приняли в правительстве. На сегодня в Казахстане доля незанятых молодых людей без образования составляет чуть больше 6%. Теперь с этой категории людей будут работать квалифицированные кадры, которые подскажут, где получить образование и куда трудоустроиться. Кроме того, в двух регионах страны уже в мае будут созданы молодежные трудовые отряды. Это временная подработка. По трудовым отрядам. Они у нас уже запускаются вдруг в двух областях. Это Ак-Нольская область и Западно-Казахстанская область. Они уже запускают. Рассчитываем охват 600 молодежи. Это в двух регионах по 300 человек. По проекту Жаслурьеля мы предусматриваем охват молодежи 30 тысяч человек. Согласно постановлению, в Министерстве труда должны будут активнее содействовать в трудоустройстве. Сейчас занятость обеспечивается в рамках национального проекта по программам «Первое рабочее место», «Молодежная практика», «Контракт поколений». Это самые популярные направления, которые позволяют приобрести первый опыт. Это мероприятие, которое позволяет преодолеть определенные барьеры и получить соответствующие навыки. Кроме того, наши центры занятости также оказывают такую помощь, как краткосрочное обучение. Можно получить соответствующие навыки по запросам работодателей. По словам специалистов, возможностей для обучения много, особенно в сфере среднего технического образования, куда правительство выделяет много грантов. Вот только не все молодые люди хотят работать руками. Экономисты считают, менталитет нужно менять, иначе, как и сейчас, в стране будет переизбыток юристов и нехватка сварщиков, поваров и ветеринаров. По словам экономистов, в стране остро ощущается нехватка узких специалистов. Так, в сфере сельского хозяйства дефицит агрономов, механизаторов и даже ветеринаров. Эксперты уверены, при выборе профессии следует отдавать предпочтение не ее престижности и статусу, а востребованности на рынке труда. Тогда и без диплома о высшем образовании профессионал своего дела будет нарасхват. Анастасия Новикова, Доброн Авдеев, Абзал Турабеков, Информбюро.